всем доброго времени суток у меня 6 30 утра и есть немножечко времени перед работой чтобы заснять вам красоту времени катастрофически не хватает ни на что еще с этими малышами сейчас в общем времени вообще не хватает ну закончила я прошла прошлое видео свое на пурпурате на моей красавицы она цвела и вот следующая ее красавица расцвела у нас сейчас повсюду пурпураты у всех цветут пурпураты и красота необыкновенная все их очень любят и это моя наверное любимая пурпурата одна из любимейших потому что наверное это нежная губа ну наверное они все красивые но это мне чем-то очень очень сильно нравится все они мне нравятся в общем это пурпурата вариация корнея она у меня цветет дважды в год как неудивительно ну вот так вот вот такой вот красивый цветонос 5 цветов и здесь вот еще один приблизила я здесь вот еще один растет она вот вот они сейчас вот лопнут вот здесь вот уже эти бутончики не одновременно ну вот так вот два новых ростика и вот там новый ростик видите растит она у меня цвела в апреле в общем конечно уникальная у меня пурпурата потому что я не встречала ну вот она у меня цветет дважды в год очень очень я рада ну и продолжает пурпурата на мусе ай осталось тоже два цветочка второй цветонос засох красивая сплэши на лепесточках очень красиво и еще один гибрид на пурпурату вот пурпураты цветут и и и гибриды это ну доза на пурпурату кто не знает это morning glory называется красивые всего три цветочка выдала с одного роста но она хотя бы начала цвести я ее так вот на солнышке держу и она начала смотрю расти так вот во все стороны может быть и удобрения повлияли я купила большую банку удобрений и порассыпала везде решил уже за одну показать потому что вот такая вот баночка и там в общем такое ведерко посоветовали мне эти удобрения и ну работают наверное ну и плюс конечно весна ну в общем мне нравится но вернемся к нашей красотки красивая тоже губа расписная как у пурпураты аромат такой тоже цветочный и кстати у корнеи тоже такой вот цветочный аромат но цветы кстати вот пять цветочков и они такие не очень крупные когда было наверное три цветка до было три цветка они такие более более крупные так ну а что здесь это мой кстати новый грамотофилум я немножечко тоже разочаровалась хотелось мне желтые цветы потому что на бирочки они были желтые покажу название вот такой вот я покупала ну казалось мне хотелось мне что-то более яркое это такое красивый конечно огроменный цветонос она вырастила давно уже довольно таки цветет он тоже такой какой-то специями аромат если так рассматривать цветочки конечно они интересны ну не знаю я пока что приглядываясь так вот смотрю ну наслаждаюсь этим цветением ну не знаю ну вот она вот что-то и вот не мою растет он такой красивый новый рост хорошее красивое растение большое а там еще в ту сторону тоже новый ростик растет ну вот я и покупала за 50 долларов хорошее растение ну не знаю посмотрим подумаем осталось еще два цветочка нежный уже отвалился моего пофиопедилума долго держит цветы здорово и потихонечку она растит новые розетки слушайте ну классно нашла я общий язык пофиопедилума тоже тут фаленопсис корнусерви так вот растет потихонечку цветочек отсыхает новый растет такой кстати большой листик вырос корешули красиво ну а что из новеньких вот такой вот красавец опять меня порадовал он у меня не цвело в том году я его пересадила подрезала немножечко пересадила по своей вот этой вот системе мух и так вот пару конечно ростов она отсушила но ничего нарастила и вот новый ростик здесь тоже с этой стороны но он не процвел в эту сторону процвел красавчик очень мне нравится эти цветы второй день как только они открылись еще раз тут увеличиваются цветы это шикарная губа красивая очень и не не нравится эти цветы а вот такое вот название вот такое вот название и это гибрид туши аоке туши аоке тоже красивые у меня где-то есть ну что-то давно не цвели ну посмотрим красивые огромные цветы как я уже сказал у меня ранее утречка ну еще пока что я не цель не слышу запахов пока что не пахнет так ну а здесь я наверное я не помню мне кажется что я не показывала в предыдущем видео это мой кажется final blue final blue уже цветет наверное неделю вторую так вот я вот собираюсь снимать ничего не успеваю говорю котлеанты final blue называется и это гибрид волкирианы она всегда пышно цветет так вот разные стороны с той стороны цветочки более уже давно открыты а это вот новенькие нежные красивые и аромат у нее присутствует но волкириановский тоже маленький носик красотка и я смотрю что здесь вот по четыре ну да во всех по четыре красивые пышные букетики здесь один я не расправила цветочек так он там бедненький замялся так вот еще один новый ростик растит здорово когда кустики набирают свой размер и начинает уже цвести во все стороны очень люблю этот гибрид он всегда пышно цветет красиво так ну а здесь у меня мой красавчик так а распустил 2 нот полностью смотрите какой какой красавчик обалдеть это вот первый цветок который я показывал в прошлом в прошлом видео а это вот второй цветочек уже это деточка а детки тоже такие красивые длинные уксы класс обалденный он конечно огромный вырастил такие огромные листья нравится ему здесь надеюсь что не сгорит в этом году потому что в том году он конечно пострадал ну немножечко приходят в себя смотреть этот размах эти красивые такие папирусные крылья обалдеть этот вот только открывается он еще полностью не раскрылся ну и вот уже покажу потому что одна из моих зрительниц ну в общем поедет вот я показываю вот такое вот растение я нашла нашла совершенно случайно ну вот так вот повезло тут детки но сейчас прохладно в ее местности и поедет вот такое вот растение надеюсь что будет уже и на другом континенте в общем захотелось мне сделать приятное я люблю делать приятное люблю делать подарки поэтому работаем тяжело ну и доставляем удовольствие людям чем можем помогаем поэтому вот такой вот красавчик поедет он конечно вырастает огромный огромный но это это красавец это действительно какое-то чудо природы так мой вакики грин продолжает цветение но уже он уже били бедненький такой цветочки белеют желтеют и он потихонечку осыпается ну а здесь ирангис розея красивые маленькие цветочки тоже он уже цветет наверно практически неделю вот не успела я снять такие вот птички если при увеличить прям такие голубки с клювиками голуби такой вот цветоносик нарастила ну длинненький по сравнению да совсем растением растение небольшого этот к миниатюрная вандачка да красивая ну а здесь моя большая вандачка красотка не смотрите на сзади у нас еще бардак ничего не успеваем да и сил уже уже не молодые все то спины болят то ноги болят то руки болят ну в общем мы стараемся делать все сами потому что все очень дороги так дорого так а в общем вот это вот вандачка красивая один цветочек она почему-то отсушила ну ничего страшного это 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 так название названием она воде на сыруле и это кстати нашли мне название вот такое вот название у нее всегда меня радует очень люблю ее цветы они очень красивые это губа к бархатная красиво окно здесь наверное заметили да ну вот и я я не могу пройти мимо я настолько люблю все цветы что это какой-то какой-то кошмар вечно что-то покупаю в общем вот такую вот я форму купила и сейчас перейдем мы за ту сторону стекла потому что у меня здесь стеклянный у нас забор забор ну да наверное забор да ну в общем перегородка потому что ссори там мои ноги так в общем вот такой вот красавчик и это это название я ничего не помню вот такое вот название и они мне очень нравятся эти эти красивые розочки слушайте ну класс так вот я их посадила в горшочки так вот у меня два горшочка красуется здесь возле бассейна обожаю их ну и вот этот красавчик и конечно же луина его там не видно вы и нет ну и моя ансидиумная группа слушайте они меня сейчас конечно начали радовать то как-то одно время и меня вообще ничего не росло а сейчас все начало расти и цвести вот там вот еще один цветонос ну здорово нашла и общий язык наверное с ними уже поэтому это очень приятно когда растения начинают цвести не только страдать поэтому нужно конечно найти общий язык и понять свое растение что ему нужно какие условия какой грунт и тогда все будет расти здесь вот это мои это мои красавчики просто для для красоты здесь оцветает кардигерный гибрид он конечно цветет и пахнет еще пару цветочков но я их здесь держу потому что запах обалденный и вот до моя несостоявшаяся братья природная тоже расцвела поэтому ну а так вот кстати нашла я название это обычный вот такое вот название так что моя природная братья пролетела ну пока что вот так будем радоваться этим ну здесь впереди мои розочки радуют меня цветут это бесподобно вообще пахнет класс поэтому это очень красивая ну и я что тебя сейчас наступлю так ну и вот это кстати тоже новая я посадила тоже очень вкусно пахнет разрослась уже ну и здесь вот еще эти красотки это красотка тоже это красотка тоже все красивые все необычные красиво когда все цветут то я хотела показать то я хотела показать это мой эпидендрум здесь вот так вот разросся тоже еще один а что я хотела показать это вот я ее всегда давно хотела это растение ее его кактус да monkey monkey tail monkey tail и купила я наверно с полгода назад так вот на солнышке здесь у меня висит он и сегодня открылись цветочки слушайте это конечно чудо чудо чудное такие они красивые еще и белая окантовочка класс эти мохнатые прям мохнатые хвостики классные вот так вот два я когда увидела бутончики не поверила своим глазам ну в общем вот такое вот чудо расцвел также айрайдесадората он мне напоминает дельфинчика всегда когда цветет так вот он у меня висит между моими двумя гринхаусами и уже смотрите корешки так вот пошли по гринхаусу выдал мне детку и детка тоже расцвела очень-очень сильный аромат у него такой цитрусово-лимонный какой-то птички поют утром у нас спать невозможно с 4 утра поэтому поэтому мы встаем рано и начинаем день рано и заканчиваем его рано в общем вот такой вот красавчик растет в такой подвесной корзинке я его когда-то посадила и так здорово что он нарастил детку не такой лысый ствол еще бы парочку деток выдал и было бы здорово красивые такие да цветочки давно не показывала мои бульбофилумы я очень многие поделила и они так скудненько цветут там один-два цветочка ну а это бульбофилум фрости ай фрости ай нарастил очень много новых ростиков и сейчас начинает цвести такие замечательные башмачки очень многие любят этот бульбофилум он у меня такой растет в такой маленькой плошке и наращивает очень много новых ростиков и потом выдают цветоносы уже созревшие бульбы вот видите здесь созрела бульбочка здесь созрела созревает уже почти созрела всегда бульба и выдает тоже цветонос ну и тут вот еще один второй третий надеюсь они тоже выдадут цветоносы замечательные цветочки красиво когда расцветает и пять в одном соцветии они прям такие кукольные эти язычки шевеляющие внутри бульбофилумские поэтому красота чудеса природы ну вот покажу бульбофилум лобби ай парочку цветочков осталось красивые они большие говорю я их поделила и такое вот скудненькое зрелище здесь мой моя кохлеата уже второй цветонос кстати тоже начинает там цвести долго они цветут ну и одновременно растит новые ростики а это из того что я не успела показать они уже цветают очень их любят судьи эти цветочки эпикатлея аханей какая-то я найду название подпишу красивая форма ровная цветов и судьи очень любят почему-то именно эту орхидею всегда ее оценивают высоко и из того что еще не успела показать это вот эту мою красотку ну вот так вот получилось очень-очень занято было три или четыре четыре наверное даже цветоноса один два три один уже отцвел полностью я ее когда-то покупала без названия непонятное название было ну понятно что здесь есть форбезиай и кажется Александра мне помогла подсказала что это форбезиай на форбезиай и она все-таки наверное так и есть это она ну конечно изгиб губы форбезиай очень мне нравится она тоже красиво цвет нежный ну отцветает к сожалению и под конец покажу мои две новые два новых цветения которых я очень очень долго ждала и наконец-то вот это малышка ну вот малышка видите ну вот малышка она у меня давно растет это все здесь мои лаэлии извините что-то было с фокусом это все мои лаэлии и это лаэлия лукасиана я давно собирала эту коллекцию она у меня была давно и цвели кстати только лундиай они очень легко зацветаемые ну а вот эти вот капризничают и вот первый раз такие необыкновенные красивые милые цветочки этот контраст желтая губа обалдеть и запах у нее присутствует очень-очень нежный какая прелесть она как-то стремительно вырастила этот новый рост и я даже не успела увидеть когда она начала растить свои цветоносы я уже когда пришла пришла когда увидела уже прямо бутончики были и она их очень быстро открывает очень быстро растит и очень быстро открывает надеюсь что она их не так же быстро и отсушит завянут они поэтому хочется конечно любоваться этой красотой очень милые цветочки и что еще у меня расцвело ну вот пока передвигалась заметила что еще еще один цветонос распускается у целогены бурфадиенс эти новые росты уже растут они такие уже большие а этот цветонос только вырастил и открывает свои цветы ну вот даже когда он их открывает уже видно что это не природная ну ладно а что у меня первый раз я вижу живую это вот эта красота он буквально вот только сейчас начинает открывать свой цветок но я уже думаю что не буду ждать потому что так один открывается второй открывается и постоянно откладывается видео чтобы выложить его это конечно не удивительно для многих она есть у многих коллекций но у нас в Австралии я ее не встречала не видела никогда на выставках я когда-то покупала две фласочки вот эта фласочка энциклия Мария простычея Мария и энциклия Виталин Виталин у меня есть но они совсем малыши видите на заднем плане они маленькие ну и вот это вот выросла не знаю года два или три наверное да такую бульбочку нарастила и вот выдала мне такой прекрасный цветок ну я надеюсь что он еще развернет свою губу раскроется вырастет чуть-чуть ну в общем вот такое чудо и такие у меня успехи ну ладно наверное буду заканчивать всем желаю тоже успехов в вашем любимом деле ну и всем пока 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 пока